Добрый день, меня зовут Вера Власова. Сегодня в гостях нашей программы Максим Журила, основатель крупнейшей в России школы бега для любителей I Love Running, школы плавания I Love Swimming и велошколы I Love Cycling. Максим пробежал крупнейшие марафоны мира и не единожды преодолел дистанцию Ironman. А также Максим является первым из россиян, кто вплавь преодолел Гибралтарский пролив. Все верно, Максим? Да. А сколько раз вы Ironman одолели? Шесть. Шесть раз? Да. На данный момент. Сколько еще в планах? Ну, сейчас жизнь длинная. В следующем году как минимум один, ну и дальше. То есть в год по одному. Я иногда пропускаю, а иногда делаю по два. Понятно, то есть наверстываете. Наверстываю, да. Отлично. Давайте для начала поговорим о школе I Love Running. Насколько я понимаю, это очень любопытное явление, где учат в технике бега тех, кто со спортом, может быть, даже с беговым спортом не соприкасался на протяжении своей предыдущей жизни. Так ли это? Ну да, это школа для взрослых. То есть когда человек действительно не занимался в детстве спортом, например, ну или давным-давно это было, и хочет начать бегать, но особенно у него есть какие-то мысли по поводу амбициозных целей, типа полумарафона или марафона, то техника бега – это один из аспектов, он не единственный. То есть как правильно дозировать нагрузку, там контроль пульса, правильность составления тренировочного плана, там много нюансов. Вот. Это тоже одна часть, то есть это непосредственно уже подготовка. И есть еще наша такая важная миссия – это мотивация, то есть вдохновить людей на подвиги. Да, да. Как раз с этим были связаны мои последующие цать вопросов, потому что история знает множество примеров и среди кировчан, и тем более, наверное, среди жителей столицы и других стран, которые, несмотря на, может быть, как-то патологический страх преодоления этих препятствий, ставили себе цели и их достигали. Давайте все-таки немножечко продолжим еще про Isle of Running, потому что хочется разобраться. Мне кажется, для Кирова это самая понятная, самая доступная история, поскольку у нас есть где побегать, у нас прекрасный ландшафт, холмистая местность, места много, да, и, собственно, есть прекрасное движение, как раз Isle of Running, которое в Кирове развивается очень активно. Расскажите, пожалуйста, про специалистов, которые у вас в этой школе преподают. Вот эти аспекты, которые вы озвучили, с какой периодичностью, с каким постоянством преподаются в школе? Ну, у нас есть, во-первых, у Isle of Running есть филиалы в разных городах, да, Киров. И даже в нескольких странах, насколько я понимаю. И даже восьми. Восьми странах. Точно, да, а городов 50, кстати. 50. На этой неделе мы отметили юбилей. Юбилей. А какой город стал 50-м? Хабаровск. Хабаровск. Да, 8 стран, но это страны в основном вокруг России. Это Казахстан, Киргизия, Латвия и Эстония, Украина, Беларусь. И одна дальняя страна, это Объединенный Арабский Эмират. Почему именно там? Ну, так как мы открываемся там, где есть люди, которые хотят открыть, вот, ну, там были люди, которые хотели открыть. Это русские или... Да, да, да. Ну, причем это, там, мои хорошие знакомые. Это как раз мой напарник по Гибралтару, мы вместе плыли. Он просто живет в Дубае постоянно, и в какой-то момент у него появилась идея открыть тоже. Айла в ранниках, айла в свиминг, и начать вовлекать людей в спорт, потому что там тоже для этого есть там все возможности. А неужели в других странах, ну, в Нью-Йорке, я слышала, что это крупнейший марафон в мире, неужели там нет таких школ? Ну, прямо в таком формате, как мы делаем, особо нет, если честно. То есть мы как-то его сами придумали и сами развиваем. То есть формат в смысле, что поставь цель и подготовься с нами к цели. В формате просто тренировок, там, регулярных или частных, или каких-то еще, конечно, это в развитых странах есть. То есть в формате групповой подготовки к цели, ну, особо нет. Мы, кстати, думаем сейчас об открытии филиала в Нью-Йорке. У нас есть тоже там потенциально команда, которая хочет в Нью-Йорке открыть его рынок. Вот, я не знаю, насколько... Ну, то есть это суперамбициозно, и они там отдают все отчеты, наверное, что они хотят сделать. Но посмотрим, получится или нет. Замечательно. Кто люди, которые к вам приходят? Ну, еще предыдущий вопрос был, кто это все устраивает. То есть у нас есть команда ребят в городе, которые сами заряжены спортом, им нравится это, и им хочется вовлекать других людей, и там быть примером, и там быть поддержкой. И есть команда профессиональных тренеров. Собственно, это те люди, которые уже непосредственно ведут тренировки. У нас единая система методологическая и для тренеров, и обучение для тренеров. То есть тренеры, которые работают в городах, они там периодически приезжают в Москву для того, чтобы свериться с курсом. Ну и плюс там... Какие-то курсы переподготовки. Ну да, но даже не переподготовки, а повышение квалификации. Потому что на самом деле, да, все меняется и в спорте, в том числе, и в любительском спорте, и в отношении к нагрузке. Поэтому то, что работало там 30 лет назад, не факт, что там суперактуально сейчас. Почему? Ну как, почему? Ну наука же не стоит на месте. Методики новые открываются. Методики именно тренировки. Да, методики тренировки не меняются. Это связано со здоровьем или с преодолением за меньшее количество времени большей дистанции? Ну, примерно так, да. То есть это связано с эффективностью. То есть чем больше изучается там спортивная наука, тем больше люди понимают, как там эффективнее строить тренировочный процесс. Как тренироваться меньше, при этом там показывать лучший результат. Если мы говорим о взрослых людях, ну, о наших учениках, то там цель в виде каких-то достижений там призовых мест, таких целей нет. То есть у нас есть цель сохранить, приумножить здоровье и при этом добавить какого-то разнообразия в жизнь. Там тоже, ну, как бы наука не стоит на месте. В том числе, например, медицина спортивная. В связи с этим актуальный вопрос. Давайте. Что касается препаратов, которые используют для бега, для улучшения своих навыков, нет ли там чего запрещенного у вас? Ну, мы никакие не используем препараты. Совсем никакие? Ну, это не требуется. То есть так как целей там выигрывать или, ну, таких профессиональных целей у нас нет, вот, то как бы зачем использовать? Именно курс на оздоровление. Ну, конечно. Ну, то есть препараты в виде там витаминов, да, наверное, можно. Ну, какие-то БАДы, может быть, да. Ну, а, собственно, там, не знаю, анополические стероиды как бы не имеют смысла в нашем с вами случае. В принципе, они нам даже с вами и не помогут сильно. Ну, что? Да. Вот. И тут, ну, как бы это важный вопрос еще в том, как бы тоже в чем, в том числе там наша миссия, как я ее, по крайней мере, там, для себя вижу, это в изменении отношения к спорту. То есть так получилось, что, ну, там, советское наследие делает спорт в России очень профессиональным явлением, причем существующим там на государственные деньги. А у любительского спорта, у массового спорта... Физкультура была? Ну, была, вы ее застали, эта физкультура? Ну, конечно, в школе, как минимум. Ну, да. Она привила любовь к регулярным занятиям. А они любили зарядки с утра. Ну, вот, это единственное, что она делает, да. То есть у нас в Эйла в Рейнг приходят люди, мы там через какое-то время, чтобы группа лучше познакомилась, делаем завтрак объединяющий. И на этом завтраке там каждый практически, когда рассказывает о себе, начинает с фразы там «Со школы я ненавидел бегать». Ну, то есть это единственное, что делает школа, к сожалению. Вот, то есть, ну, спорт поляризован. То есть есть профессиональный спорт, там, сборная России, не знаю, Олимпиада, на которую сейчас она не едет, ну, и так далее. А вот большого массового спорта, в котором, там, допустим, вы, я, Андрей и все остальные участвуем просто потому, что нам это нравится, потому что у нас есть такие цели, потому что это хобби-фан, ну, такого как бы немного было, ну, в последние, там, десятилетия в России. И мы как раз создавали «Лавранинг» в том числе, чтобы это создать, чтобы сделать спорт нормальным, перевернуть эту пирамиду. То есть во всем развитом мире профессиональный спорт – это верхушка пирамиды, которая стоит на огромной, как бы, пирамиде любительского спорта. И, в принципе, чем больше пирамида любительского спорта, тем меньше, например, государству надо участвовать в верхушке. Ну, допустим, там, в таких странах, как Норвегия, государство практически не участвует в профессиональном спорте, потому что он может существовать за счет любителей. И, если не ошибаюсь, именно там 5 миллионов человек проживает, 4,5 занимаются спортом. Да, причем аудор, то есть на улице. Это, да, фантастический процент. Ну, даже если взять, там, ну, Норвегия – это прям уникальный случай, там, взять, например, Соединенные Штаты Америки, там, из 350 миллионов человек 52 миллиона регулярно бегают. 52 миллиона – это каждый седьмой человек. Вот нас здесь четверо, еще трое идут по улице, и вот, как бы, то есть вот в любой семерке, как бы, один должен бегать. Вот так у нас нет, ну, у нас такого нет. А Россию достичь это? Ну, я убежден, что да, просто со временем. Любительский спорт, он прямо пропорционален уровню образования и дохода. То есть чем выше уровень образования и дохода в обществе, тем выше проникновение любительского спорта. Почему? Ну, чем умнее и богаче люди, тем больше они думают о себе, вот и все. Думают о себе. Ну, конечно. Мы постепенно подходим к вопросу о беге, как личностном росте. Я вот могу пример привести. Я вчера вечером, почему я там не смог нормально сюда прилететь, и пришлось вот этот весь этот трип на поезде осуществлять. А я вчера вечером выступал в компании McKinsey. Это консультанты, которые, ну, собственно, как шутят про McKinsey, это лучшие умы, собранные в одном месте. То есть это такая уникальная компания, которая занимается поддержкой бизнеса, государства и так далее, разрабатывает стратегии. И, ну, я периодически в разных компаниях выступаю. И, ну, вот яркий пример с McKinsey, что чем выше интеллектуальный уровень сотрудников и уровень дохода, тем выше процент людей, которые занимаются спортом. Чем ниже уровень компании, тем меньше людей там занимаются спортом. Это всегда так. Они занимаются чем-то иным, мне кажется? Ну, конечно, иным, потому что интересы людей разные. То есть чем выше у тебя, чем больше ты знаешь, чем выше у тебя уровень образования, тем больше ты понимаешь, что там жизнь не бесконечна, что можно больше заниматься своим здоровьем, что можно жить интересной жизнью, что можно ставить цели, а не сериалы смотреть, ну и так далее. Поэтому это как бы прямая корреляция. И отвечая на ваш вопрос, придем ли мы когда-то к такому рейту, например, как в США, ну, придем, когда наш уровень дохода и уровень образования будет, ну, туда придет. Вот, это все вместе придет. Причем мы можем влиять на то и на другое, на уровень дохода свой, можем влиять на уровень образования, можем влиять, соответственно, на цели, мы тоже ставим сами. То есть все зависит от человека, от самого, чего он в жизни хочет. Ну, типа того. Отлично. Ну, учитывая, что в Кирове у нас все больше и больше спортивных мероприятий любительского формата проходит. Это говорит о том, что общество развивается. Да. Общество развивается, это здорово. И возвращаемся к вопросу о том, кто является вашими учениками. То есть это те люди, которые уже достигли того морального, социального уровня, когда они сами захотели этого достичь, что вот они хотят двигаться дальше, ставить себе цели на саморазвитие, именно физическое. Правильно я понимаю? Ну, конечно. Ну, то есть мы никого не заставляем. То есть мы не занимаемся загоном людей насильно, занятием бегом. Ну, это же не физкультура в школе, конечно. Да. Я вообще категорически против всех этих насильных вещей. То есть условно та же физкультура в школе, это огромный для такого реформирования кусок образования. Потому что, ну, то, что сейчас она делает, да, это полностью, как мы с вами выяснили, отбивает желание у людей этим заниматься. То есть она явно должна быть переосмысленна, она явно должна быть переустроена. Но не бывает только у единиц, которые имеют какие-то достижения, и, допустим, в этом же беге показали хорошие результаты, и тренер их, преподаватель физкультуры их продвигает дальше, тогда да, тогда интересно. Ну, да. А тут тоже вопрос, вот с точки зрения, например, развития, ну, нужны ли эти достижения, нужно ли выделять там отдельно, не знаю, 1% детей с этими достижениями? Или для нас более важны 99% детей, которым, может быть, у них не получаются эти достижения, может быть, они им даже не нужны? Ну, кстати, Норвегия, хороший пример в этом плане, Норвегия не поддерживает на уровне государства никакие детско-южеские соревнования. Ну, международные, типа, универсиады, там, и все остальное. Ну, потому что они считают, что детский компетишен такой, который выходит на профессиональную, типа, плоскость, это плохо. Очень интересно. У нас, по-моему, все совершенно иначе. Ну, да, перевернутый мир. Ну, то есть, это как бы вопрос философии. Почему Норвегия считает, что это плохо? Потому что Норвегия считает, что дети должны развиваться в нормальной, естественной среде. Поэтому они делают детские соревнования у себя сами. На этих соревнованиях обычно нет никаких, там, ну, там, галочек, зачетов или, там, медалей, что ты вот молодец, а ты нет. Потому что это дети. Потому что задача, чтобы им это нравилось, чтобы они хотели, там, на этих лыжах кататься. И не за то, чтобы выиграть, там, премию, а за то, что им нравится кататься на лыжах. Вот. И потом, когда спортсмен дорастает уже до возраста, там, например, 21 год, когда он выходит во взрослые, то там уже, пожалуйста, ты можешь участвовать на любых соревнованиях, каких хочешь. До этого, там, ну, Норвегия, ты тоже можешь, но Норвегия это никак не будет поддерживать. Вот. Поэтому, например, в норвежской сборной нет ни на одной универсиаде. Вот. Как раз про это хотел сказать, да, что у нас система ценностей такова, насколько, сколько ты достигнешь, чего ты достигнешь, там, к определенному возрасту к 21 году. У нас же некоторые спортсмены уже 21 год, уже считается, что они не котируются. Ну, да, это, да, это, ну, как бы, это профессиональный спорт. То есть это очень узкая прослойка. Действительно, там, такие виды, как, там, гимнастика, фигурное катание и так далее. Да, там уже потом сложно. Ну, вот поэтому, например, норвежцев там и нет особо. Потому что у них, как бы, другая... Потому что им этого не надо. Ну, да, но это, опять же, это зависит от уровня, как бы, развития общества и от целей. То есть в России просто спорт, это, ну, это типа вот все, что, там, с престижем страны начинает знак равенства ставиться и так далее. Хотя, ну, как бы, в целом для здорового общества это не так. То есть это, ну, то есть это, как бы, должно быть много вещей, которыми ты можешь гордиться. Например, предпринимателями, которые у тебя есть в стране. Например, не знаю, социальной сферой, которая крутая. Например, благотворительностью или благотворительными проектами. И спорт. И это, как бы, или, там, маркетологами, которые в твоей стране хороши. И мне кажется, что это, как бы, примерно равного порядка. Выделять только спорт, вот это такая советская идеология. Ну, то есть можно гордиться многими другими вещами тоже. И не обязательно, как бы, к спорту столько внимания. То есть спорт, как раз, там, ключевой показатель, это сколько людей этим регулярно занимается. Вот это важно. А не то, насколько тот единственный человек, да, показывает, суки, фото. Да, выигрывает золото, которое потом у него забирают. К сожалению. Восемь стран и пятьдесят городов. Сколько участников, во сколько последователей, учеников? Ну, всего, суммарно, около тридцати тысяч человек занималось во всех наших проектах. Вот, если все города считать, все программы за пять лет. В принципе, это не так много. Ну, как хотелось бы. Ну, естественно, есть куда стремиться. У нас есть цель 2% населения России вовлечь в спорт, связанный с выносливостью. Это 2,8 миллиона. Это к какому году? К концу 20-го. Вот. Пока. Пока столько не вылечено. Но, по нашим оценкам, в России видами спорта, связанными с выносливостью, вот наша тема, то есть бег, плавание, велоспорт, триатлон, беговые лыжи, пять направлений, которые у нас есть, регулярно занимается не более 250 тысяч человек. 250-300 тысяч человек. По всей России 250 тысяч? Ну, занимать спортом, в смысле участвовать в каких-то мероприятиях. Это тоже важно понимать, что, например, если человек ходит, ну, там, не знаю, раз в зиму по лесу на лыжах, там, и снег с елок сбивает палками, то мы не учитываем этого человека. То есть, как только он поставит цель, например, принять участие, не знаю, в 10-километровом лыжном заезде, то мы сразу же его учтем. То есть, это становится уже, ну, каким-то спортом. Любительским, но спортом. То есть, должна быть конкретная цель? Ну, не то, что должна быть, но мы, как бы, опять же, это наша философия, что, когда у человека есть цель, то, во-первых, у него появляется смысл, зачем ему всем этим заниматься. Потому что, если нет смысла, то, проснувшись в воду с утра, например, можно задаться вопросом, а зачем вот, как бы, мне идти на тренировку? Может быть, не ходить сегодня? Если у тебя нет ответа, зачем, то, ну, очень велика вероятность, что ты выберешь не ходить. Вот, ну, человек выберет. Вот, и если он так выберет один-два раза, то потом уже и не пойдет. Вот, как только у него появляется цель, появляется смысл. Вот, а цель может быть любая. И вот это как раз тот весь большой наш разговор, который про профессиональные цели. То есть, а у нас, когда человек, ну, как бы, с человеком разговариваешь по поводу спортивных целей, у него чаще всего возникает в голове, там, олимпиада, и он понимает, что, о, это не про меня, я вообще не спортсмен. Нужны большие вложения. Ну, да, типа, это вообще, вот я не такой, там, это профессиональный спортсмен. И вот как раз поменять это мировоззрение, что, как бы, если у тебя есть тело, то ты спортсмен. Все, этого уже достаточно. И ты можешь поставить цель. Ты можешь пробежать полумарафон «Вятские холмы». Там, не знаю, ты можешь пробежать 10 километров, ты можешь пробежать 5 километров, ты можешь поставить цель, не знаю, за месяц пробежать 100 километров, суммарно, например. Все, и как бы в этот момент ты уже становишься, ну, в кавычках, там, спортсменом. Ну, а на самом деле и без кавычек. То есть вот во всем мире, как бы, человек становится просто спортсменом без кавычек. Ну, вот. И когда у него есть цель, то тогда им гораздо легче найти мотивацию и вставать пораньше, и на тренировки ходить, и вписывать это в свой график, и других людей вовлекать. Вот. И поэтому, ну, таких людей, по нашим оценкам, 250-300 тысяч, не больше сейчас в России. И 145, ну, 141 миллиона. Ну, ждем от этого года и 2%. А цель, насколько я понимаю, должна быть выстроена по системе смарт. Расскажите, пожалуйста, об этом. Это напрямую перекликается с бизнесом? Ну, да. С стратегией. И это, кстати, собственно, то, почему мы тоже там в спорте вовлекаем людей в конкретные цели. Потому что когда человек эту цель, ну, что такое смарт, да, условно упрощая, это некоторая конкретная и ограниченная по времени задача. Ну, например, пробежать 10 километров к концу этого месяца. Ну, пробежать 10 километров без остановки к концу этого месяца. Отличная задача. Вот. Сейчас только 9 декабря, до конца месяца еще 21-22 дня. Можно вполне... Как покрытие ледяное на дорожках принимается? Мороз. Ну, это от кого? То есть это же человек сам себе ставит такую цель? То есть если он сам себе поставил, то от кого возражение? Это он... Как раз он поставил цель, и он начинает искать способ. Ну, окей, дорожки ледяные, значит, в Манеж надо идти. Вот Манеж в Кирове есть. Там, не знаю, в Манеж не нравится, ну, значит, ищи неледяные дорожки. Ну, то есть как только у тебя появляется цель, то сразу же мозг начинает искать какие-то пути решения. Как только человек как бы переживает вот этот опыт, то он может переложить этот опыт на любые другие области жизни. Он начинает думать, блин, так если я могу, например, поставить цель пробежать 10 километров, хотя я никогда не мог пробежать километр. Там, не знаю, позанимался сейлов раненькой и пробежал 10 километров, то, может быть, я и в других областях жизни тоже так могу, не знаю, дома, например, там, не знаю, баню построить. Вот я там 10 лет, я вот думаю, там, может, поставить цель баню построить. Ну, и все, он начинает. Или там в бизнесе там то же самое. Может быть, там поставить цель, там, не знаю, еще один магазин открыть. Ну, и так далее. И все, и жизнь начинает работать. Собственно, в этом вся фишка. Давайте поговорим о вас. Потому что, насколько я поняла из прочительных мной интервью ваших предыдущих, вы очень сильно поменяли образ жизни и стали ставить цели примерно 10 лет назад, да, это произошло? Ну, примерно. То есть, если про спорт говорить, то я решил пробежать марафон, это было в 2008 году. Ну, и, собственно, меня это как-то так вдохновило, что можно поставить цель. Как вам пришло это в голову? Ну, мне пришла в голову другая цель. Я вообще как бы хотел на Эверест сходить, ну, и до сих пор планирую, а марафон как бы стал промежуточным. Подготовка. Да, ну, так вот затянуло промежутки. Как вы поменяли свой образ жизни? И совет слушателям, как собраться с мыслями, на самом деле, и захотеть что-то поменять? Ну, как захотеть, я не знаю. Как собраться, ну, опять же, придумать какую-то интересную задачу. Я убежден в том, что как только человек придумывает для себя какую-то интересную задачу личную, то, ну, дальше уже все, ну, можно найти способ. Если ты ничего для себя интересного не придумываешь, то, конечно, это скучно и грустно. Поэтому в Лавраник, например, мы, то есть у нас весь концепт, там, беговой, ну, или в свиминг, там, в плавании, он устроен как раз на том, что мы как бы предлагаем людям интересные задачи. То есть, ну, в Москве, я не знаю, в Кирове вы делаете это или нет, в плане плавания, мы стартуем сейчас подготовку к заплыву через Босфор. Пролив в Стамбуле, 6,5 километров, из Азии в Европу. То есть, можно взять и переплыть в Босфор. Ну, это же интересно, ну, то есть, это же прикольно. То есть, ты, не знаю, сидишь, работаешь, и потом, вау, ничего себе, что-то из Босфор. А я смогу? Мы говорим, сможешь. Мы подготовим, все сделаем, полгода будешь тренироваться и переплывешь. Опыт есть, там, три года уже мы это делаем. Я три раза переплывал в Босфор и нормально, живой. Вот. И вот как только у человека появляется такая, ну, как бы, идея, вау, ну, то есть, могу Босфор переплыть. Или Волгу, например, в Нижнем можно переплыть тоже. Там, допустим, 3 километра или 5 километров дистанция. Переплыть в Волгу, ничего себе. Вот. И вот он сидит, ну, то есть, там, не знаю, в офисе, ну, 40 лет, допустим, да, и он, как бы, и к нему прилетает эта идея, что можно переплыть в Волгу. И не когда-то там через 10 лет, а вот прям через полгода взять и переплыть 5 километров. Ну, и все. Если это его как-то зажигает, ну, где-то внутри, дальше очень важно, как бы, взять это как свою цель и сказать, что все, теперь я плыву через Волгу. Вот как только он это скажет, то жизнь начинает абсолютно по-другому работать. То есть, ты начинаешь искать способы, а как лучше тренироваться, а где тренироваться, ну, и так далее. Ну, вот. Как раз хотел рассказать про Елену Корнилову, которую вы, наверное, знаете. Три года назад девушка совершенно не умела плавать, то есть, вот уровень по-собачьей. За 6 месяцев тренировок, насколько я понимаю, она как раз в Босфор и переплыла. То есть, ей потребовалось всего 6 месяцев на это. И вот 3 года, и она переплывает в Гипралтар. Ну, да, но это как раз она к нам пришла в Москве, Вайла в свиминг, то есть, она пришла на первый уровень по плаванию, то есть, для новичков учиться плавать кролем. Ну, ее это завлекло, да, она поставила цель потом в Босфор, и потом поставила цель в Гипралтар. За 2 года она, кстати, до Гипралтара, по-моему, дошла, если я не ошибаюсь. Гипралтар, чтобы слушатели понимали, это 17 километров. То есть, это достаточно приличная дистанция. Причем мне рассказывали, насколько ей тяжело это все далось, когда она еще в Босфор переплывала. Не ожидала она, что ее будет укачивать. То есть, она, переплывая Босфор, слышали, да, эту историю, ну, не была готова, не приняла необходимое, да, вот как раз лекарство, это называется, да, не помню, как называется. Да, да, драмнина, чтобы как раз не укачивала. И вот постепенно шла-шла и вот дошла до того, что переплыла. А вы не в курсе, случайно, ее дальнейших целей? Вообще, цели когда-нибудь заканчиваются, спортивные? Ну, у кого как. С жизнью могут заканчиваться вместе. Ну, это самая уважительная причина, пожалуй, да? Я, честно говоря, точно не помню, но Лена, да, ну, она на Ла-Манш собирается переплыть, это там железно. Не знаю, в каком году, правда. А Ла-Манш это сколько километров? Ну, Ла-Манш это на районе 30, 31-32. 32. Да, но там как бы дистанция все время разная получается, потому что там отлив и прилив, и там люди плывут как бы не напрямую из точки А в точку Б, а такой вот параболой двойной. И суммарная дистанция может получаться и 40, и 45, и 50 километров. Но это прилично. То есть Ла-Манш это такой челлендж, который... То есть это для, условно, Ла-Манш в любительском спорте, это как олимпийские игры в профессиональном. Максим, вот у вас сколько времени прошло с момента осознания того, что вы хотите пробежать марафон, до того, как вы пробежали марафон? Сколько вам потребовалось? Потому что тогда еще не было школы Ла-Франин, насколько я понимаю. Да, не было самостоятельно. Самостоятельно. Но год примерно я готовился. То есть я решил, что побегу. Я выбрал тот, который мне нравился. И до него как раз оставалось около года. Ну и все, и год. Я читал, что 10 километров вы довольно быстро одолели, там, буквально за месяц. Да, 10 километров за месяц это вообще любой человек одолеет. Ну, приправильно подходе. Там, на самом деле, в том числе, почему идея со школы Алла-Враненко появилась? Потому что я когда сам к марафону готовился, я наступил на достаточно большое количество кораблей, на которые лучше не наступать. То есть, там, это может быть связано с травмами и там с перегрузками. Просто когда ты не разбираешься в предметной области и начинаешь сам там думать, что да, ничего сложного, то это вот приводит к проблемам. Ну, или может приводить, скажем так. За эфир мы обсуждали о том, что учениками школы Алла-Враненко являются как руководители предприятий, руководители бизнеса, так и те люди, которые являются, собственно, их подчиненными. Каков процент взаимоотношения этих категорий населения? Ой, ну мы так, честно говоря, не считаем. То есть, руководители, не руководители. Но у нас разные. У нас есть там среди наших учеников и абсолютно там свободные от работы люди, там, когда фрилансом занимаются, там, творческих профессий. Руководители сами себя. Да, есть руководители там больших компаний, есть руководители небольших компаний, есть не руководители. Ну, единственное, что всех их объединяет, то, что в какой-то момент каждый решил, что классно поставить перед собой новую цель. Ну, вот это их всех объединяет. А дальше они уже вместе. Мы не корпоративные вещи делаем-то, мы делаем корпоративные программы, когда внутри компании собирается команда, например, там, беговая. Ну, мы ее... Как пример со Сбербанком? Ну, со Сбербанком, не только, да, с большим, там, с ВЭБом, с тем же, там, с Хоум-кредитбанком, если мы банки берем. Когда мы проводим, там, ряд мероприятий внутри компании, как раз вдохновляя людей на то, что можно поставить цели, можно делать это вместе, там, тренироваться вместе. Ну, потому что это объединяет же еще, когда ты тренируешься вместе со своими коллегами, два раза в неделю, допустим. У нас есть шутка, что когда ты... После того, как ты увидел своих коллег в этих спортивных трусах, жизнь уже не будет прежней. Ну, то есть, как бы, градус отношений, он всегда, как бы, снижается. Ну, то есть, если ты вместе тренируешься с человеком, там, вместе потеешь, не знаю, вместе делаешь интервалы, и потом вместе, там, упражнения на пресс, то потом, когда вы на следующий день возвращаетесь в офис, то, конечно, гораздо проще, там, с ним договариваться, обсуждать что-то, чем когда вы абсолютно дистанцированы, и, там, ну, а в Москве в больших компаниях иногда люди вообще знают друг друга только по адресу имейла, то есть, они вообще не видели лично. Тут они лично встречаются. То, что называется команда образования. Ну, да, это можно назвать команда образования таким абсолютно естественным, как бы, не притянутым за уши в виде, там, каких-то игр, да, а абсолютно естественным, это процесс, там, он может идти полгода, например. У нас есть компании, которые тренируются с нами, например, там, длительным заплывом, там, через ту же Волгу, они тренируются на протяжении полугода или, там, девяти месяцев. То есть, это уже становится вообще частью корпоративной культуры, вот, что в компании так принято, что люди куда-то тренируются. И поэтому, когда приходит новый сотрудник, они у него спрашивают, а ты к чему будешь готовиться? А он не понимает, он говорит, типа, в смысле, к чему готовиться? Я же, типа, работать пришел. Они говорят, ну, работать-то понятно, а вот тренироваться ты к чему будешь? Вот. И это становится частью корпоративной культуры и объединяет людей. У нас в Кирове есть два прекрасных примера. Это, во-первых, Эспербанк, когда Константин Подвальный, руководитель кировского отделения, пообещал своим коллегам, своим подчиненным о том, что он преодолеет, насколько я помню, 10 километров, если не ошибаюсь, как раз на Вятских холмах вроде бы он это сделал. И есть еще замечательный пример компании «Наналек», которая базируется в Москве, но в Кирове прекрасный завод и хороший, очень дружный коллектив. Они довольно большой командой, 20 человек, если не ошибаюсь, в этом году на Вятских холмах преодолели все возможные дистанции, то есть 3, 10 и 21 километра. Супер. И есть у нас в Кирове еще снаружи незаметная компания, это группа компании «Культура и гостеприимство». Собрались они командой 40 человек. Это официанты, это повара, у них сеть кафе, ресторанов по городу Кирову. Так вот вместе пробежали, замечательно, и руководил ими как раз их директор, и всех собрал под свое крыло, все отправились, побежали за доброе дело. Ну да, вот такие примеры, то есть что на этом можно строить корпоративную культуру. И в целом, с точки зрения работодателя, это достаточно интересная тема, потому что через такого рода активности повышается бренд работодателя. То есть люди с меньшим желанием будут менять работу, например, они с меньшим желанием будут уходить. То есть, условно, те факторы, которые раньше влияли, не знаю, чуть больше зарплата в другом месте, ну не факт, что человек уйдет за эту чуть большую зарплату, если здесь он в коллективе единомышленников, с интересными целями и так далее. То есть не все же деньгами меряется. Ну и так далее. Поэтому, ну да, спорт как часть корпоративной культуры, это достаточно популярная и хорошо работающая тема. Насколько я помню, в 2015 году вы ставили себе цель преодолеть пролив Кука. Получилось? В 2015 нет, мы в следующем году его преодолеваем. Ага. То есть все, это уже будет точно. А сколько там километров? 31. А у вас в iLifeRunning есть своя команда? Команда? Ну, сформированные, да, кто, собственно, эти проекты и делает? Про Лив Кука, в смысле? Я имею в виду вообще iLifeRunning, iLifeCycling, вот все вот эти проекты. А, ну да. Ну, у нас сейчас мы даже объединяем это все. У нас есть iLifeSuperSport, это такой зонтичный бренд, который объединяет все направления. Раннинг, свиминг, сайклинг, триатлон, скинг, вот их пять. Ну, плюс в Москве у нас еще и шестое направление Health, это спортивная клиника медицинская. Вот, этим мы тоже занимаемся. Расскажите, пожалуйста, про клинику, что там такое? Ну, там консультации, ассессмент и помощь людям, если они попали в сложную жизненную ситуацию, там, в виде травмы или чего-то еще. Насколько я знаю, сейчас в некоторых медицинских центрах есть такая услуга, как фитнес-чекинг, то есть проверка здоровья людей относительно того, могут они заниматься этим видом спорта, либо не могут. Насколько это вообще допустимо реально, что вот есть у человека какие-то проблемы, но он хочет бегать, он может это преодолеть? Да. Ну, это как раз, почему мы сделали Health? Это вы тренируете. Да, почему мы сделали Health? Потому что, ну, спортивной медицины, ориентированной на любителей, в России нету, то есть не существует как класса пока. То есть это, несомненно, будет появляться. То есть у нас есть спортивная медицина, ориентированная на профессиональных спортсменов. Ну, и то там в этой спортивной медицине профессиональных спортсменов, в основном там западные специалисты работают, а не наши. А на любителей нет. То есть если вот, например, мы с вами там занимаемся, тренируемся, и в какой-то момент возникает какой-то медицинский вопрос, и если пойти в обычную клинику, там, не знаю, частную, государственную, неважно, но к врачу, который не разбирается в спорте, то с высокой степенью вероятности, там, вам скажут, не бегай, там, не знаю, не плавай, не надо, отдыхай, вот, поспокойней, гуляй в парке, там, ну, и так далее. А это, ну, не наш вариант. То есть как человек хочет бегать. Если хочет, значит, надо бегать. Ну, да, надо найти способ, как это сделать. Ну, там многое. Опять, о чем мы говорили, да, то есть постановка целей и нахождение методов достижения этой цели, несмотря ни на что. Ну, да, ну, там целый, вот, я вам могу, знаете, примеров привести, миллион, которые послужили причиной, почему мы решили открывать свою клинику. Там, например, там, человек на бытовом уровне получил травму, не знаю, там, ахиллу сухожилия, это не связано со спортом, то есть не спортивная травма. Но при этом человек спортивный, у него есть цели в виде марафона. То, как ему наложат гипс, ну, или вообще какой-то фиксирующую, вот, там, лангету в обычной больнице, с вероятностью, там, 99 из 100 приведет к снижению мобильности этого сустава в будущем. Потому что врачи, которые это сделают, они, ну, их цель, там, не навредить, перестраховаться 200 раз и так далее. Вот, а если человек хочет в дальнейшем, там, бегать, например, особенно участвовать в каких-то трейловых забегах, где требуется подвижность голеностопа, то все, то есть можно ставить крест, как бы, на его спортивную, условно, карьере. А если обратиться к спортивному врачу, который разбирается в этом вопросе, то, скорее всего, там, и гипс будет наложен по-другому, и он будет, там, каждые три недели менять положение, его будут новые делать для того, чтобы мобильные суставы сохранить. То есть, ну, как бы, другое мышление, вот, ориентированное на спорт, ориентированное на активный образ жизни, ориентированное на то, чтобы человек, там, и в 60, и в 70 лет, например, мог, там, продолжать бегать или продолжать регулярно тренироваться. В классической медицине этой ориентации вообще нет. Вот, поэтому мы, как бы, решили делать, вот, сами клинику, в которой эта ориентация есть. Поэтому к нам, например, ну, мы сейчас в пилотном режиме пока работаем, к нам за консультацией приходят люди, которые, не знаю, получили травму, или, там, у них есть какое-то, там, перегрузочное состояние, они не знают, что с этим делать. В обычной клинике им сказали, что все завязывает, там, вот, а на самом деле, конечно, не надо завязывать, вот, надо просто с умом, как бы, подойти к процессу восстановления и бегать еще, там, всю оставшуюся жизнь, там, до 90. То есть, делаем вывод, что правильный спорт, любительский, если он под контролем нескольких специалистов, если он сопровождается правильными советами, может, в значительной степени, улучшить здоровье, продлить жизнь человека. Ну, Всемирная организация здравоохранения, которая, вот, как раз здоровьем людей занимается, там, все их отчеты, вот, они все заканчиваются вот этим манифестом, который вы только что сказали. Яблочко. И еще хотелось бы добавить, наверное, что спорт, помимо здоровья, он еще меняет сознание людей. Конечно. В какую сторону, каким образом? Ну, мне кажется, что спорт добавляет очень важную и так необходимую всем нам и нашей стране категорию, которая называется ответственность. Ответственность в смысле, что я сам ставлю цели, а не кто-то их ставит за меня. И второе, что я сам к ним иду и ищу, как бы, пути решения, а не причины, почему это не сделано. Вот. И если вот прям супер глубоко копнуть, то меня, вся наша тема со спортом, с любительским спортом, с целями, с тренировками вдохновляет как раз благодаря, ну, как бы, из-за того, что это невероятная возможность повысить уровень личной ответственности людей за свою жизнь, в первую очередь. А когда человек ответственность за свою жизнь берет на себя, то уже он может, там, и пошире взять ответственность. А когда это будет, то мы будем жить в другой стране. Как же это все взаимосвязано? Ответственность за себя, ответственность за свой дом, за свой город, за свою страну. Вот. Очень хорошая тема. Максим, спасибо, что сегодня были с нами. Надеемся, что вы к нам в Киров еще приедете. Встретитесь не только с... На Вятские холмы. Вы даете обещания? Нет. Когда мы в Вятские холмы. Ну, берем дело еще посмотрим. Ну, вот, тем более. Тогда ждем вас снова к нам в гости. Спасибо. Хорошо, если выступите еще с лекциями, с какими-нибудь на массовой аудитории, не только на учеников вашей школы. Вот. Спасибо, что пришли. Здоровья вам. И вам тоже. Спасибо. Хороших спортивных целей. Спасибо. До свидания. С Верой в спорт.